Привет всем! Вы на канале FMLS. Сегодня будем говорить о том, что делать, когда ребенок грызет ногти. Это один из таких очень популярных вопросов родителей, и многие с этим столкнулись, когда дети просто до крови сгрызают ногти вот здесь, и невозможно даже отрастить эту ногтевую пластинку. Она постоянно обгрызана, да, и ногти у многих начинают слоиться. В самом деле, если рассматривать психосоматику, то это говорит о том, что ребенок испытывает беспокойство. Где-то ему в его жизни некомфортно. Это может не относиться к деньгам. У семьи может быть хороший достаток, но ребенок грызет ногти. Это больше относится к внутреннему состоянию. Где-то что-то как-то ему некомфортно. И в этот момент времени он неосознанно берет руки, там, пальцы в рот и начинает их обгрызать. Нельзя делать следующего. Нельзя за это ругать, потому что вы добавляете дискомфорта, и вместо того, чтобы он перестал грызть носки, он их будет еще больше грызть, пребывая в состоянии стресса, нервного напряжения. Поэтому точно ругать нельзя. Нельзя постоянно тюкать или, там, сердиться на ребенка, или расстраиваться из-за того, что он грызет ногти, потому что, видя ваше расстройство, он тоже будет нервничать, он любит вас, не хочет расстраивать, и в какой-то момент времени еще больше начнет грызть ногти. Нужно успокоиться. Есть хорошо работающая методика, и я ее сейчас вам расскажу. Она простая. Есть много средств, на самом деле, от того, чтобы дети не грызли ногти, от того, что есть специальные такие чехлы, что ли, на пальцы, которые одеваются, и ребенок просто не имеет доступа, он не может их сгрызть. И для некоторых детей это сработало, а для некоторых нет. Попробуйте, они продаются в аптеках и в детских магазинах. Второй момент. Есть множество мазей, которыми покрывают кончики пальцев. Они невкусные, и для кого-то из детей это сработало, они перестали грызть, попробовали невкусно, не грызут. А кто-то, как ежики в анекдоте, плакали, продолжали есть кактусы. Они продолжают грызть ногти, это страшно невкусно, горько, но они их грызут. Поэтому, если ваш ребенок такой, у которого не сработали ни горчицы, ни какие-то там мази специальные, то вам подойдет наверняка следующий вариант. Нужно успокоить нервную систему. Вот тот способ, о котором я сейчас буду говорить, он подходит для детей, которые грызут ногти, для тех, кто ковыряется в носу, сосет палец, мочку уха теребит постоянно. Вот какие-то такие однотипные движения, или вот бывает еще такое, вот в пупке ребенок, если нервничает, может раздирать прям пупок, да. Объявите вашему ребенку, что теперь вы меняете все, настал радостный день, и теперь можно грызть ногти, ковыряться в носу, засовывать палец в пупок. Можно. В определенное время, каждый день. Сделайте это радостно, сделайте это праздником, снимите вот это напряжение, потому что ребенок за годы жизни с вами, он каждый раз, когда слышит о ваш какой-то там, перестань это делать, выми из носу пальцы, перестань грызть ногти. Он не перестал это делать, но он вздрагивает по-прежнему каждый раз, когда вы это ему говорите. Поэтому объявите, что можно, торжественно объявите, как праздник. Можно. Например, с 17.00 до 17.15 каждый день торжественно пообещайте своему ребенку, что чем бы он ни занимался, в это время вы позовете его, и это будет время, которое можно будет открыто совершенно грызть ногти. Что не нужно делать? Не нужно будет в другое время напоминать ему о том, что он грызет. Даже если он их грызет, промолчите. Ведь в 17.15 он осознанно это будет делать, а до этого это уже просто по привычке. Чтобы не усиливать грызение, держите в себе руках и до определенного времени молчите. Позовите ребенка, чем бы он ни занимался, в назначенное время. Подведите его к зеркалу, скажите, время пошло, заведите таймер, и его пусть грызет. Если он грыз ногти там с радостью аж целых 12 минут, а у вас по плану 15, вы говорите, дорогой или дорогая, у тебя еще целых 3 минуты, продолжай. И он продолжает грызть ногти, день, второй, третий, все еще радуется. Но на четвертый день, когда он смотрит свой любимый мультфильм, а вы зовете его грызть ногти, он уже не хочет. Вы говорите, извини, такие правила, давай останавливай мультик, будьте добры, доброжелательны, у тебя время, пошли. Что происходит? За очень короткий период времени, когда вот это поведение выводится на осознанный уровень, и ему можно это делать, более того, вы поощряете его это делать, нервная система перезагружается. Она из уровня стресса переходит в уровень, хорошо, можно, нормально, расслабился, получаю удовольствие, получаю удовольствие, получаю удовольствие, получаю удовольствие. Не, я уже не хочу это делать. И постепенно, постепенно ребенок все мучительнее хочет, там, в нужное время грызть ногти. Он уже не хочет этого делать. И привычка постепенно уходит. Но уходит она легко, уходит без надрывов, без криков, без скандалов, без того, чтобы вздергивалась нервная система ребенка и ваша, когда вы видите, что он грызет себе ногти. Или делает еще ряд других движений, о которых я уже говорила. Попробуйте этот способ, он великолепно работает. Единственное, что договоритесь, пожалуйста, со всеми членами вашей семьи, чтобы они перестали делать замечания ребенку, если увидят его, когда он грызет ногти. Помните, что привычка, может быть, вернется в особо стрессовый момент, и он неосознанно засунет пальцы в рот и начнет грызть. Но если стресс пройдет, то и это уйдет. Попробуйте. И у вас обязательно получится. И вы увидите, насколько легко можно от этого избавиться. Ну и, конечно, будет очень полезно, если вы подумаете, чего не хватает вашему ребенку, в какой момент времени он начинает нервничать, и как этого избежать. Для того, чтобы впредь он жил в мире, где спокойно, где есть гармония, где его принимают таким, какой он есть. И все. И еще один очень важный момент. Знаете, когда мы говорим ребенку, не грызи ногти, ну он, конечно, понимает, что мы это говорим, но мозг не понимает, а дальше что, если не грызи, то что. Поэтому иногда проще сказать ребенку, засуни руки в карманы, или принеси мне вот это, или возьми в руки что-то, и даете ему, не важно, что у вас в руках, вы просто перенаправляете его мозг в другую сторону. И что бы он ни делал, там, ковырялся в ухе, в носу, в пупке, грыз ногти, когда вы говорите, засуни руки в карман, он автоматически перестает это делать и засовывает руки в карман. Это глобально, конечно, проблему не решит, но местечко время от времени будет очень хорошо работать, потому что вы дали правильную команду мозгу, и он понимает, как ему поступить. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте самые важные для вас вопросы. До встречи в новых эфирах и видео.